открывается в пикетном зале. Выставка, которая сегодня открывается в пикетном зале Зимнего дворца, это совместный проект Государственного Эрмитажа и музея Торвальдсена в Копенгагене. Музей Торвальдсена в Копенгагене предоставил нам 18 рисунков из своего собрания. Большинство из них являются подготовительными эскизами и набросками к эрмитажным восьми скульптурам, которые также представлены в пикетном зале. Эту выставку мы готовили к 250-летию со дня рождения Бертоля Торвальдсена, выдающегося датского скульптора эпохиного классицизма. Эта дата отмечалась осенью 2020 года, но, к сожалению, из-за пандемии мы имеем только сейчас возможность отдать дань уважения великому мастеру. Творчество Бертоля Торвальдсена во многом определило пути развития и облик европейской пластики XIX века. Современники мастера считали, что именно он ближе всего приблизился к пониманию античного идеала. Торвальдсен работал в самых разных областях и жанрах скульптуры. Это был портрет, это была монументальная пластика, религиозная пластика, но его современники особенно восхищались его работами, которые были созданы под влиянием античной мифологии. Именно эта грань, сторона творчества Торвальдсена и отражается на нашей выставке. Торвальдсен, когда создавал свои произведения на античные темы, очень часто опирался на древние литературные источники. Это могли быть сочинения Авидия, Апулея, Гомера, а также древнегреческого поэта Анакрионта, чьими стеками буквально зачитывалась вся Европа на рубеже XVIII-XIX веков. На нашей выставке, как я сказала, рисунки перемежаются со скульптурой. И это неудивительно, потому что именно в этом сочетании пластического и графического материала можно наиболее ярко продемонстрировать, как зарождался замысел скульптора. Сначала на бумаге, потом он изменялся. Опять же, тоже это отражалось в рисунках. Затем он как-то видоизменялся, трансформировался и, наконец, получал свое окончательное воплощение именно в мраморе. Это основная мысль, которую мы хотели продемонстрировать на нашей выставке. Здесь на нашей выставке можно увидеть графические скульптурные изображения самых любимых героев Торвальдсона, начиная с Ганимеда, Венеры, Трехграций и, конечно же, Амура. Именно Амур был любимым персонажем Торвальдсона. Фактически на нашей выставке почти на каждом произведении можно увидеть изображение Амура. В заключение я хочу сказать, что наша выставка, конечно, она непроста для восприятия. То есть она требует сосредоточенности. То есть только при внимательном разглядывании, сопоставлении графического и пластического материала можно понять всю прелесть и изысканность этих работ. Пожалуйста, вопросы, если какие-то есть.